Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Все для фигурного катания и хоккея. Новый детский спортивный центр на базе Сириуса посетил Владимир Путин. Сочинцам напоминают, пора обработать деревья от мраморного клопа. Начался его активный вылет из мест зимовки. Ярмарку благоустроят, а тротуар освободят от ларьков. К концу года появится и сквер. Таковы итоги визита главы Сочи в Дагамыс. Привет, Сочи! Персональная выставка Клары Голицына сегодня открылась в художественном музее. Новый детский спортивный центр на базе Сириуса накануне посетил Владимир Путин. Сопровождал президента в Сочи губернатор края Вениамин Кондратьев. В современном комплексе юные воспитанники занимаются фигурным катанием и хоккеем. Залы оснащены тренажерами для отработки хоккейных бросков и точностью ударов по воротам. Глава государства также посмотрел, как начинающие спортсмены оттачивают навыки на специальных ледовых беговых дорожках. Напомню, что накануне Вениамин Кондратьев встречался с руководителем образовательного центра Еленой Шмелевой, чтобы обсудить открытие школы с математическим уклоном. Учиться там смогут не только воспитанники Сириуса, но и дети, которые живут в Сочи. В Сочи Нива сбила ребенка. ДТП произошло накануне на улице Макаренко, вблизи дома номер 43. При движении со стороны Пластунской в направлении Вишневой 39-летний местный житель на Ниве наехал на 10-летнего пешехода. Ребенок перебегал проезжую часть. В результате ДТП подросток получил различные повреждения и был госпитализирован. Как сообщает отдел ГИБДД, в ДТП виноват пешеход. Сочинцам напоминают о необходимости обработки деревьев от мраморного клопа. Начался активный вылет из мест зимовки этого вредителя. Клоп селится в первую очередь на плодовых деревьях. Яблоня, персик, груша на фундуке и шелковице. Повреждает завязавшиеся плоды и мешает их дальнейшему развитию, приводя к значительным потерям урожая. Специалисты советуют приступить к защитной обработке насаждений, расположенных не выше 300 метров над уровнем моря. Обработки в более высоких районах следует проводить с 20 мая. Для жителей разработаны методические рекомендации. В них содержится вся информация о распространении этого вредителя. Описаны поэтапные методы борьбы с ним. Методички можно получить в районных администрациях или скачать на сайте мэрии. Овощной рынок благоустроят, а старые ларьки снесут, чтобы освободить тротуар. Более того, к концу года появится и сквер. Таковы результаты рабочего визита главы Сочи Анатолия Пахомова в Дагомыс. Глава Сочи решил пройтись по Армавирской. С первых же шагов – жалобы жителей. Район спальный, а вот тротуаров нет. В свое время они оказались застроены торговыми павильонами, а некоторые и вовсе разбиты до нельзя. Анатолий Пахомов пообещал жильцам – тротуары будут. Будет и остальное благоустройство. По его поручению эти дворики внесут муниципальную программу. Сразу после этого станет ясно, когда именно начнутся работы. В этом году мы постараемся начать дворовые территории, вот то, что мы сейчас увидели, сделать полностью благоустройство двора, со тротуарами, с зеленкой. Если не получится в этом году, мы не можем сейчас сказать, хотя бы смотреть, когда нам деньги эти просто дадут. Если дадут на следующий год, на следующий год. Но сделать – сделаем. На муниципальной земле расположены и ларьки, и гаражи. Из-за них жителям приходится ходить по проезжей части. Сегодня же по поручению главы начался демонтаж незаконных строений. Всего более 50 объектов. По поручению главы города сегодня администрация Лазаревского района примет решение по сносу торговых частей, торговых павильонов, которые остались порядка 7-8 точек. И возможность для расширения улицы Армавирская в сторону Сбербанка будет. Неподалеку активно идет строительство высотного комплекса. Здесь все по закону. Земля была выкуплена давно, все разрешения получены. Однако застройщик еще в прошлом году пообещал жителям сквер. Пока же обещания не выполнил. Хотя от своих слов не отказывается. Анатолий Пахомов отметил, вести работу надо в тесном взаимодействии с жителями соседних домов. Тогда не будет и лишней напряженности. Показывайте жителям, где вы парковать будете, сколько квартир и где эти парковки. Сколько квартир, столько должно быть машиномест. Если они у вас там, ради бога. Что касается сквера, должен быть сквер. По словам главы, необходимо провести собрание жителей и решить, что будет на месте пустыря. Я взял 10 дней для того, чтобы наши архитекторы вместе с застройщиком и вместе с главой района сделали предложение по благоустройству данного микрорайона. И буквально через 10 дней мы со всеми жителями этого микрорайона обсудим те предложения, которые мы сделаем по благоустройству. Я думаю, что примем решение, определим дорожную карту и до конца этого года этот микрорайон приведем к нужному благоустроенному виду. Рынок выходного дня также нуждается в благоустройстве. Нет нормальных торговых рядов. Вместо бетонированной площадки – гравий. Глава города распорядился заасфальтировать место и привести в соответствие с санитарными нормами. Срок на это – полтора месяца. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинский общепит проверят тайные покупатели. Об этом сообщает городское управление потребительского рынка и услуг. Волонтеры будут посещать предприятия общественного питания под видом иностранцев, чтобы проверить, возникает ли при общении языковой барьер. Тут важно не глубокое знание иностранного языка, важно, чтобы любой потребитель почувствовал себя комфортно в нашем городе, отметили в мэрии. Сегодня на курорте порядка 300 предприятий, которые входят в первую зону международного гостеприимства. Им рекомендовано предусмотреть англоговорящий персонал и раздаточный материал на английском языке, в том числе и меню. Уже проверено больше 100 объектов. 80 из них не вызвали у тайных покупателей нареканий. Работу планируется закончить до 1 июня. Зимний театр готовится отметить юбилей. В этом году ему исполняется 80 лет. Торжественное открытие главной культурной площадки курорта состоялось 15 мая 1938 года. Примерной постановкой, показанной на сцене Зимнего, стала опера римского «Корсакова. Царская невеста». Юбилейный год также будет отмечен несколькими премьерами. Круглой дате здесь подготовили специальную праздничную программу. Одним из первых приобрел билеты на представление праздничной программы глава города Анатолий Пахомов. Посмотреть мэр решил оперный спектакль «В поисках царской невесты». Тот самый, с которого началась творческая жизнь театра. Его дадут в день юбилея 15 мая. Я честно хочу сказать, что я попросил самый лучший ряд, это 10-е и места, 18-е, 19-е, то есть самые. И это значит, что самый дорогой билет. Самый дорогой билет стоит 1000 рублей. В среднем билеты здесь на спектакле стоят 500 рублей. Это не так дорого, и я считаю, что нашим сочинцам это вполне сдастся. Несмотря на то, что сейчас в Сочи есть сцены крупнее этого театра и с большей вместимостью, «Зимний» по-прежнему остается главной культурной площадкой Сочи. Именно здесь проходят международные музыкальные фестивали, выступают величайшие звезды оперы и балета. Многие годы именно в «Зимнем» проходят показы участников кинотавра. Так что «Зимний» по праву считается одним из символов театральной жизни целой страны. Юбилейную программу, посвященную 80-летию «Зимнего», постановка «В поисках царской невесты» откроет 15 мая в 19.00. Отгремели праздничные салюты 9 мая, но мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжаются. Сегодня в Международном инновационном университете прошло мероприятие под названием «Поклонимся великим тем годам». День Победы – великий праздник счастья и радости, преклонения перед подвигом страны и народа. Праздник, который объединяет людей всех возрастов. Сегодня студенты вручили ветеранам цветы и поблагодарили за их подвиг во имя мира в нашей стране. Денькие головы подняли, повзрослели они до поры. То, что происходило на сцене, напоминало ветеранам о реальных событиях Великой Отечественной. Студенты рассказывали со сцены, как тяжело было солдатам в бою и как самоотверженно они боролись с фашистами. Эти рассказы в поэтической, музыкальной и танцевальной форме возвращали гостей Миу в далекие сороковые. «Во время войны я работала уже девочкой в колхозе, конечно. Уже мне было в то время 12 лет. Два брата и отца забрали почти в один день на фронт. Вернулся только один брат. Пожелать, чтобы такого они не знали, чтобы такого никогда больше не было. Все, что угодно можно порежить, но только не вот это, когда убивают на глазах людей». В преддверии Великого праздника в университете прошло много мероприятий. Студенты участвовали в торжественном возложении цветов у памятников солдатам. В течение года ухаживали и благоустраивали за хранение героев войны. Встречались и поздравляли дорогих ветеранов. А также готовили новый выпуск университетского журнала «Патриот наше время». «В нашем университете ведется активная патриотическая работа. У нас есть журнал «Патриот наше время», где мы публикуем о героях нашего города для наших студентов». «В нашем вузе особую роль занимает патриотическое воспитание. Не так давно мы с Женей получили памятные медали за участие в масштабном конкурсе истории о великих подвигах солдат Великой Отечественной войны». Несмотря на грустные воспоминания, праздничный концерт завершился оптимистично. Студенты пообещали ветеранам не допустить повторения трагедии 20 века. Беречь этот хрупкий мир – теперь дело молодых. Галина Моисеева, Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинский госуниверситет и дирекция президентских программ договорились о сотрудничестве. Сегодня руководитель дирекции Елена Чавчевадзе встретилась со студентами вуза. О чем говорили на встрече и какие перспективы открывает новое партнерство, расскажет Ольга Десятого. Встреча с Еленой Чавчевадзе для Сочинского госуниверситета – мероприятие особое. Елена Николаевна – один из наиболее авторитетных российских журналистов-историков, режиссер, сценарист, общественный деятель. А еще руководитель дирекции президентских программ. Она стала партнером Сочинского госуниверситета. Было подписано соответствующее соглашение в рамках существующего в СГУ молодежного центра духовно-нравственного развития. Это один из стратегических проектов опорного вуза региона. Очень хорошо это все вписывается в майские указы президента, в которых большое внимание уделяется проекту образования. И стратегической целью этого проекта как раз является формирование социально-активной духовно-нравственной личности на основе знания истории, традиций, культуры народа. Елена Чавчевадзе – автор и режиссер десятков документальных фильмов. Их задача рассказать правдивую историю России, историю, которую многие пытаются переписать, историю, которая становится полем битвы, в том числе за умы молодых. Целый ряд документальных лент их автор сегодня подарила сочинскому вузу. Ну а университет в свою очередь присвоил Чавчевадзе звание почетного профессора СГУ за вклад в просветительскую работу, за продвижение идей патриотизма. То, что мы дарим, эти диски, да, это, казалось бы, 52 минуты один фильм, а у нас уже около 70, но за ним огромная исследовательская работа, работа в архивах, зарубежных архивах, работа с узкими специалистами. Понимаете, студентам очень важно получить уже как бы знания почти в готовом виде. Из подаренных кинолент в Сочинском госуниверситете будет сформирован фильмафонд. Уникальные ленты будут транслировать на занятиях по истории страны и на специальных мероприятиях. Ольга Десятого, Михаил Лубинин, телекомпания, ФКТ. Привет, Сочи! Так называется персональная выставка Клары Голицыной, которая сегодня открылась в художественном музее. Здесь представлены картины, специально выбранные художником для показа на курорте. Картины Клары Голицыной хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, в авторитетных российских и зарубежных частных коллекциях. Клара Голицына – яркий представитель московской арт-сцены второй половины 20 века. Она принадлежит к старшему поколению работающих сегодня живописцев. В этом году ей исполнится 93 года, но ее картины гармонично смотрятся на выставках молодых художников, будучи экспериментальными и свободными по духу. Первые выставки Клары Голицыной состоялись в 60-х годах. Она вошла в круг неофициальных художников, ярких представителей второго русского авангарда, среди которых известны Владимир Немухин, Анатолий Зверев, Евгений Крапивницкий, Илья Кабаков. Ежегодно принимала участие в легендарных выставках на Малой Грузинской в зале, выделенном неофициальным художником после крупного международного скандала, так называемой бульдозерной выставки. Абстракция Клары Голицыной, узнаваемая в ряду произведений других авторов, и в новом тысячелетии она остается свободным художником, независимым и с активной творческой позицией. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.